Слушай, прекращай орать. Что ж ты всё орёшь? Надо ж когда-то и отдыхать. Капец какой-то. А я люблю тебя, любой. И ты напрасно так вздыхаешь. Это зимнее волшебство. Мне открыло простой секрет. Если в сердце живёт любовь, значит зла в этом мире нет. Кто это вышел? Хорита и Кисуна. Девчонки, я иду одна в домах. Обе. Ты главная. Ты помощница. Чё? Чё ты всё время орёшь? Чё с тобой? Такая разговорчивая. Чё мне надо? Молоко и всё в руках буду посчитывать. Вся трюкзак. Сейчас, кушечка. Кушечка, кушечка. Кушечка, кушечка. Привет, мои любимые. Я реально ещё не спала. Времени уже. Или десять, или сколько-то. Я мне сейчас, девушка, написала в ВКонтакте. Ты ночами не спишь, потому что не устаёшь. Я когда устаю, я сплю без задних ног. Я говорю, ангел мой, что ж ты судишь-то по себе? Я когда устаю, вообще спать не могу. А сплю только, когда отдохнувшая. У меня так. Всем разное. Не надо по себе судить. А тут опять снег идёт. Прям метёт. Зима продолжается. Видите? Снежок идёт. И ёлочка у нас там. Девушки у нас ходят. Ну пойдёмте. Я опять без носок, без шапки, без ничего. Надо надеть хоть этот капюшон, что ли. У меня на ресничку упала снежинка. Язык заплетается, потому что я хочу спать. Потому что я не выпивши, а просто хочу спать. Да блин, давай одевайся. Капец. Там машина едет с какой-то... С такой яркой фарой. Сиренево-оранжевой. Красиво. Прикол. Всё, на дело, мои любимые. Пойдёмте. А я ещё хотела вам стих прочитать. Ой, как сильно метёт. Так одену. Пойдёмте спасать. Луночку. И Юлечку. Ей хлебушек надо. Она без него не может. Здрасте. Есть то, что я наготовила. Я сварила горох. И туда добавила морковку, лавровый лист, чеснок, немножко масла, когда готовилась подсолнечного. Потом, когда уже приготовилась... А, нет, ещё с горохом вместе кинула рис. И получилась такая, знаете, кашка, кашка, малашка. А когда уже почти приготовилась, насыпала туда зелень замороженная, как свежая. И получилось такое вкусное какое-то прямо индийское блюдо. Потому что я туда и перчик такой маленький, острый добавила. И всё такое. Короче, получилась какая-то индийская баланда. Ну и как же тут пройти? И Юлька сняла пробу, говорит, обалденно вкусно. Говорит, только я не могу кушать твоё блюдо без этого, как его, без хлеба. Я говорю, ладно. Шо для друга не сделаешь? Иду за хлебом. По этой жижи. Та-та-та, и да-та. Видите, тоже. В общем, обслуживает. Усюжитель. Работает на машине. И девочка такая хорошая у меня в ВКонтакте подружка. Написала мне тоже. И так странно пишет, как будто она извиняется. Знаете, пишет. Ирочка, ну, работать всё равно надо. Как-то же жить надо. Я говорю, конечно. Конечно надо. Особенно если ты веришь, что если ты не будешь работать день и ночь, то ты помрёшь, не выживешь с голоду. И тебе ум такое рисует, что ты с голоду пропадёшь, если нет осознанности, что Бог абсолютно везде, абсолютно во всём, в каждом человечке, в каждом растении, в каждом животном и так далее. И если ты присваиваешься, что это ты заработала, а не Бог тебе дал, то, естественно, без вот этого вот твоего зарабатывания ты, конечно же, пропадёшь. Это правда. Что ещё сказать? Не знаю, что ещё сказать. А если ты веришь, что твоя жизнь от первой минуты, от первого вдоха твоего воплощения до завершения принадлежит Богу, то, естественно, у тебя нет страха. Потому что в любой миг твоя жизнь принадлежит Богу, а не тебе. И сколько бы ты ни заработала, если Он решит взять твою жизнь, ты никаким образом не расплатишься своими вот этими деньгами, на которые ты потратила всю свою жизнь, чтобы зарабатывать, не купишь никакое здоровье, не купишь никакое продление своих часов, минут и дней на земле. И объяснить это твоему уму и вообще объяснять. У меня нет желания абсолютно. И ты вправе проходить свой ум и путь, и думать так, как тебе диктует ум. Или включать сердце. Вот. И ещё мне Танечка написала на моё видео вчера, что я якобы осуждаю кэт, буддистку кэт, что она побрилась, ходит в какой-то тряпочке на голове и ещё что-то. Я ей ответила, что, Танюша, что у нас внутри, то мы и видим во всех остальных. Если ты увидела осуждение с моей стороны, это не значит, что оно было. Я просто в моменте, как факт, поделилась со своим зрителем тем, что я посмотрела кэт и рассказала, что мне близко, что мне не близко. И поделилась какими-то вещами, которые я из своего опыта знаю. Я сама брилась на лысо, я это всё рассказывала. И когда одеваешь шапочку или что-то, все луковицы забиваются жиром и всякой всячиной, и потом, и так далее. Тем более такая там погода. Но Танюшечка услышала то, что услышала, а не то, что я говорила. У меня абсолютно нет никакого, вообще никакого осуждения или презрения, или неуважения. Я к Танюшечке очень хорошо отношусь, как, впрочем, ко всем. И написала ей комментарии. И ничего осуждающего я вообще не проговаривала. Привет, дружбан Харитин. Привет! Нанюхал Хариту? Привет, красавчик хвостомах. Ты в магазин не заходишь, да? Знаешь, что нельзя? Ты моя лапочка. А у меня телефон весь мокрый. Маскрус, как бы его вытереть. Ну, и жесть. Потому что моментально снег растаял. Здрасте. Да, намочился. Снег идет с дождем. Это неделю будет. Спасибо вам. А? Спасибо вам, говорю. А датар другой нет. За ваш труд. Дай бог вам здоровья. Наши руки благодарны. Если кто-то жалеет, так вот не жалеет. Ага. Ну вот. Тетечкин ум ждет благодарности. А если она делает из любви, нет ожиданий. Есть только радость в моменте, когда ты что-то делаешь, потому что хочешь, потому что любишь. Ну что, где твои эти? А это что? С кроликом. Слушай, она с кроликом любит. Сколько они стоят? Идем посмотрим. 12 рублей 99. Да ладно. Так я возьму тогда. Ах, гулять так гулять. Сейчас число посмотрим. Может, они уже давно просрочены. О, господи. Черт. Плохо видно. Вот тут написано. Что написано? 15-го до сферы. 20-го. Блин, да ладно. Что, прикалываетесь? Решили отравить наших животных. Или я что-то неправильно увидела. 20-й. Нет, мои любимые. 20-й. Оставьте себе. Уж экономить на кисоньке я точно не хочу. 20-й. Вот 25-й. Давай возьмем такую у тебя. Такую форель тоже любит. Какую еще? Ягненка, говядина, кролика. Давай такого кролика возьмем. В желе. Как раз сегодня обед. Так, подруга попросила хлеб. Еще. Опять я не взяла корзинку. Моего молока нету. Моего молока нету. Какое число мы любимое? Кто поможет? 22-е сегодня или какое? Девушка, а какое число у них знаете? Здесь. Сегодня. Вот я тоже. 22-е или 23-е, или 21-е? Сегодня, наверное, 23-е. Сейчас, как мы можем. Ну, благодарю. 23-е. Благодарю. Вот. Ну, только я не знаю, какое число. Еще мне надо. Молочко. Молочко. Что это за малочко-то? Какого числа смотрим? Смотрим. Какое-то маленькое. Ну-ка. 20. Ой. 20. Не вижу, Леха. Покажи число, пожалуйста. Пожалуйста. Блин, где число? Кто видит, мои любимые? А, вот 22-е. Значит, нормально. 22-е. Все. Все купила, шеф. До свидания. Сидит, ждет. Ты моя зайка. Сидит, ждет. Сидит, ждет. У меня ничего нету, солнышко. Правда. Правда. Молоко я тебе не налью. Ты мой красавчик маленький. Хлеб ты не будешь попробовать тебе кусочек хлеба дать. Так не будешь везде. Косточки и мясо все дают. Пока. Ой, я как всегда стою. У меня аж это... Сердце обливается, как он на морозе провожает всех взглядом. А этот несет колечко, смотрите. Чудушка полез. Как харита моя. Бестолковый. Смотрите, стоит, смотрит. Капец. Ну, че ему дать, у меня нет ничего. Правда. Че, я корм кошки наддам? Не отдам. Мы ответственны за тех, кого приручили. Я луночку приручила. А этого? Ну, а этого Бог накормит, я уверена. Все. Сейчас не уйду. Пошла. Приведу Юльке еще собаку. Она вообще чокнется. Вот. Так о чем я говорила? А, ну все, уже тему закончила. Про то, что... Танюша решила, что я осуждаю Катю. А у меня ни в одном слове не было осуждения. А просто... Наверное, совет. Из жизненного опыта. Больше ничего. Я не оправдываюсь. Просто делюсь. Хочу стих прочитать. Где? Прямо метет в глаза. Привет. Машинка. Тебя не любить невозможно. Пусть ты будешь дрянной и жестокой. Тут. Но тебя не любить невозможно. Любить невозможно. Да, Юся? Реально весь телефон мокрый. Время 11.21, мои любимые. И что тут так темно? Перегрев. Окей. Ты перегрелся в кармане? Слушай, ты у меня вообще уже сдурел. Телефончик мой. Вот эта песня играет. Не знаю, видно, нет? Называется Нелюбить невозможно. Реально он перегрелся. Вообще темно. Смотрите, как светит. О, отошел немножко. На воздухе разморозился. Тшу, разогрелся. Прощайте близких И обидчиков своих. Любовь одна Излечит сердце. До воплощения Вы сами умоляли их К себе обидой Открыть дверцу. Сыграть сценарий Непростой И вспомнить снизу, Что вы свет Всегда Всегда Останетесь с собой Есть лишь любовь Иного нет Поймите Боли Вовсе нет Она иллюзия И страх Любой В любви Ищи ответ А в нелюбви Все тлен И прах И поставила Такую картиночку Так понравился мне И поставила Песню Волшебство Очень красивое Поет Эдуард Изместе Я раньше его не слышала Охрененные у него песни Вот 51 Человечку Уже понравился Мой стих 245 Посмотрели 6 человек К себе взяли И 14 человек Написали комментарии Людочка Косачева Анечка Покселеева Наташенька Зырянова Наденька Ребрикова Ирочка Белова Ирочка Столбовская Леночка Костюшкина Светочка Данилова Роман Панчишка Спасибо Ромочка За сердце Марина Игнатьева Леночка Щукина Наташенька Крутицкая И Вечерская Наташенька Спасибо Мои хорошие Спасибо Мои любимые Очень 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 Люблю вас Всех Безусловно И бесконечно Спасибо Что вы есть Наснимала Полчаса Капец Люблю вас Всем Божественного Дня Чудесные Субботы У нас Снег Метет Вообще Очень Такой Мокрый Сильный Мокрый 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 Мокрый